Логотип – это как одежда, по которой встречают, тем более он нужен городу, который принимает чемпионат мира для брендирования туристической продукции и инфраструктуры. Недавно опубликованные в сети варианты вызвали бурное обсуждение, и потому к созданию логотипа Самары приглашают всех ее жителей. Свои работы можно присылать на электронную почту Департамента градостроительства до марта 2017-го. Все предложения по логотипу, которые будут направлены инициативными группами или гражданами, мы готовы вывести на сайте администрации на всеобщее обсуждение. На мой взгляд, это самый лучший подход в этой ситуации, потому что, повторюсь, это самая сложная дизайнерская задача. Разработка логотипа – это лишь малая часть подготовки к мундиале. В Самаре принята единая концепция благоустройства – документ в 30 томов. Это курс, по которому в ближайшие годы будет развиваться городская среда. Этот документ рождался в муках и имеет все необходимые согласования. Вся куча согласований. В документе проанализировано больше 70 улиц гостевого маршрута. Для каждой даны рекомендации по цветовым решениям зданий и их подсветке, системе городской навигации, зонам торговли, отдыха и парковочных пространств. Наверное, самые большие преобразования ждут вот эту территорию – стрелка реки Самары. Сейчас здесь располагается достаточно закрытая промзона, хотя место видовое, потому открыть его для простых самарцев предлагают власти города. В концепции благоустройства Самары к чемпионату мира заложено, что здесь создадут общественно-деловую зону и зону отдыха. Появится набережная, пляжи, жилые дома и дворец бракосочетания. Особенно жителей порадовала идея продлить пешеходную зону улицы Ленинградская до набережной. По проекту там могут появиться уличные кафе и велосипедные дорожки. Я считаю, что это прекрасно будет. Хорошая идея, потому что все равно спускаются до набережной по этой улице. Действительно, в этой части неудобно. Являюсь заядлым велосипедистом, и если тут будут организованы велодорожки, было бы очень здорово. Концепция благоустройства Самары – это не только идеи на будущее. Ее рекомендациями уже сейчас пользуются при ремонте фасадов зданий на гостевом маршруте. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.